Здарова, дружище! Sun of the Forest. Одна из крупнейших игр этого года, которая продалась тиражом уже более 4 миллионов копий. Больше 80% положительных голосов в стиме, самая ожидаемая вживалка последних лет и всё такое. Ну вот она вышла, и что дальше? Что разработчики нам подвезут в будущем? На официальном дискорде сообщества Sun of the Forest, ну по крайней мере одного из самых крупных, есть прикольный раздел, где люди могут задать разработчикам всякие интересующие вопросы. Было очень много вопросов, там около сотки, и разработчики ответили на некоторые из них. Что они ответили, тебе расскажут о Кинава, не забудь подписаться на канал, погнали! Давайте же послушаем о будущем нашего леса. Первый вопрос, будет ли улучшен искусственный интеллект для Кельвина и Вирджинии? Смогут ли они делать новые штуки, а также появятся ли у нас новые компаньоны? Они не ответили по поводу других компаньонов, но они сказали, что они расширят функционал Кельвина, он также сможет помогать нам ремонтировать наши постройки, когда нападают каннибалы, а также сможет достраивать более большой список построек. В Вирджинии то же самое, она будет чувствовать себя более храброй, когда у нее есть оружие, а также после успешного убийства каннибала она будет атаковать еще усердней. Кем мы играем и где лор про Тимми? Если ты не знаешь, история первого Фруста крутилась вокруг Эрика и Тимми. Мы играли за Эрика, отца, которого ищет своего сына. Разрабы сказали, что обязательно добавят больше лора, просто такие вещи не были готовы к старту Альфы. Скорее всего нас ожидают новые синематики, предметы интерьера и возможно какие-то скрытые предметы. Будет ли больше мяса? Да, представьте себе, люди просят больше мяса, сложнее противников и других развлечений, связанных с этим. Разрабы сказали, что у них нету такого ближайших планов, но они сказали, что подумают о этом будущем. Скрытые предметы в игре, а также почему Кельвина зовут Робби. Многие энтузиасты уже раскопали скрытые предметы в файлах игры, а также в трейлере мы видели очки ночного видения и солнечной панели, с которым шла зарядка для того, чтобы мы смогли подзаряжать наши батарейки. Почему в файлах игры Кельвина зовут Робби? Разрабы сказали, что первоначально он был с кодовым названием Зомби, потом Робби, а потом уже они сделали его Кельвином. Появятся ли новые методы передвижения? Разработчики не ответили прямо на этот вопрос, но сказали, что готовят уже что-то интересное. Будем надеяться, будем смотреть, надеюсь это будет какой-нибудь глайдер или что-то подобное, чтобы мы могли скарабкаться на гору и слететь вниз. Что у нас по читерству и гриферству? Если с читерством все и так понятно, то да, в этой игре, дружище, присутствует проблема гриферства. Что такое гриферство? Это когда в твой мир вторгается другой игрок и всячески тебе мешает играть. Он может кидать в себя гранаты, ломать твои постройки, ну ты понял в общем. Разрабы сказали, что случаи немногочисленные, хотя весь реддит трещит об этом. На данный момент насчитывается менее 100 репортов. Будет ли игра на консоли? Разрабы сказали, что конечно же хотят выйти на платформу PlayStation, но не могут этого сделать, пока игра в раннем доступе. Сейчас они сконцентрированы на том, чтобы это была лучшая игра именно на ПК. Если ты не знал, Forest 1 продался миллионами на PlayStation. Она попала в список топ-20 самых скачиваемых игр и в какой-то момент даже обогнала DayZ. Поэтому для разрабов это лакомый кусочек и я думаю они от него не откажутся. Лично я не думаю, что они выпустят игру раньше, чем через 2 года. Будет ли какая-то дорожная карта? Разрабы сказали, что никаких дорожных карт они выкладывать не будут, потому что они хотят портить наш игровой опыт новинок игры. Также они сказали, что читают все комментарии и пытаются воплотить в жизнь самые лучшие идеи. Будет ли какой-то крутой апдейт на крафтовую систему? Будет ли больше вещей? Конечно же крупные апдейты по строительству выходить будут, но дату их выхода разработчики пока сообщать не хотят. Будет ли улучшена механика строительства? В особенности будет ли улучшен режим свободной постройки? Это когда мы строим сами, а не выбираем готовый чертеж. На данный момент в игре очень мало предметов, поэтому строя базу и так далее особо не разгуляешься. Разрабы ответили, что работают над улучшениями новой системы. Они много времени потратили в разработку данной механики и с нетерпением живут моменты, когда они ее отполируют. Появятся ли новые мутанты? Разработчики ответили, что добавят как минимум одного нового мутанта и еще может быть несколько, о которых говорить пока не хотят. Лично я считаю, что этому острову нужно больше опасности. Нужны мутанты, которые могут плавать, я не знаю. Возможно какие-то каннибалы будут стрелять из лука. Улучшение лагерей каннибалов. Многие жалуются, что лагеря маленькие, лагеря скучные, там особо делать нечего. Разрабы ответили, что собираются добавить больше предметов окружения, больше крепоты, а также будут добавлять предметы, ради которых мы захотим посещать эти лагери. Когда будут выделены серверы? Это наверное был один из самых задаваемых вопросов. А разрабы ответили, что это то, на чем они работают в свободное время и пока что ничего конкретного говорить не хотят. Будет ли больше строительных материалов типа камня? Появится ли больше рецептов для кулинарии? Это был самый задаваемый вопрос. Разрабы сказали, что у них уже есть прототип новой системы питания и новой системы кулинарии, которую они обязательно добавят в следующем патче. Когда игра выйдет из раннего доступа? Разрабы сказали, что сейчас получают большую поддержку от игроков и планируют закончить работу через 6-8 месяцев. Лично я в этом сильно сомневаюсь. Пойми меня правильно, мне игра нравится и все такое. Но на данный момент в игре так много пустых дырок, которые надо срочно заполнять. Разработчикам придется потрудиться, чтобы мы захотели проводить в этой игре сотни часов. Как часто будут выходить апдейты? Разработчики сказали, что планируют выпускать патчи каждые 2-4 недели. В каждом патче нас будет ждать что-то интересное. Будет это катсцена, предмет или еще какая-нибудь новая механика. Но лично я никуда не спешу, я буду рад радить, что разработчики потратят больше времени на эту игру. И она станет лучше, и нам будет в нее приятнее играть. После первой части у меня сомнений в этих ребятах нет. На этот вопрос разработчики сказали, что не хотят отвечать, пока игра не выйдет из альфы. Появятся ли новые механики выживания? К сожалению, разработчики сказали, что у них есть идеи, но ничего конкретного пока не могут о ней сказать. И самый главный вопрос, это появятся ли опять Сани в игре? Разработчики сказали, что очень удивились, что так много людей спрашивало про эти Сани. Поэтому сказали, что обязательно подумают, чтобы добавить их обратно в игру. На этом все, дружище, с тобой была Кинава, новости леса. Если тебе понравилось, ставь лайк и подписывайся на канал. Увидимся, пока-пока.